Девочка-пай 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 В Байкид мы прилетели 1 августа 2017 года. Все 10 мест багажа, общим весом 181 килограмм, благополучно прибыли вместе с нами и были перевезены на берег под каменной Тунгуски. Девочка-пай Чудесно переночевав на берегу, утром 2 августа мы принялись собирать наш корабль. Этому процессу предшествовала довольно сложная операция по легальной покупке пиломатериалов на одной из местных лесопилок. Вся древесина обошлась нам в 7 тысяч рублей и 2 часа бумажной волокиты. Палуба в результате получилась 3 на 4,5 метра, высота тента в коньке 2,10. Параллельно были куплены продукты, 40 литров 92-го бензина по цене ни много ни мало 56 рублей за литр, ну и какие хостовары. Оказалось, что в Байкиде свободно продавался газ в баллонах, а мы на это не рассчитывали и поэтому не взяли плитку. К 6 вечера корабль был построен. Сказать, что нам повезло с погодой, это не сказать вообще ничего. Стояло самое настоящее лето, ну просто как на каком-то курорте. Мир интернета и телевидения растворялся за кормой, а мы постепенно погружались в затерянный мир под каменной Тургуски. Правда, этому погружению мешали насекомые, но мы научились их не замечать. Плюс ко всему наши солнечные батареи получали отличные порции света и стабильно обеспечивали нас электроэнергией. Местные в Байките предупреждали нас. 50 километров вниз рыбы не будет. Вся напрочь выловлена, шансов нет. К сожалению, это оказалось правдой. Все наши попытки открыть счет рыболовным трофеем в течение первых полутора суток были безуспешны. До тех пор, пока мы не достигли левого притока под названием Онгнёк. Да, огромный. Класс! Мы сегодня поймали 10 хариусов. Это наш первый крупный улов в этом походе. И нам захотелось налепить из него пельмени. Так еще не заморачивался никто. Вот они, ребят. Вот такие вот. Вместо уже упомянутой газовой плитки мы взяли с собой в поход пару печек-щепочниц. Та, на которой яичница, она из рюкзака Артема. Однако щепки этим железякам не нравились. Готовить получалось только на бересте. Вообще, ужинали мы, как правило, на берегу костра, а завтраки, обеды и остальные перекусы готовили прямо на палубе. Это бесформенная масса. Это сыр. А вот эта бесформенная масса – это пёс. Артемыч, а у нас в мартиниках какой сумки сейчас остался? Субтитры создавал DimaTorzok Однажды нас обнала самая настоящая и единственная за весь поход баржа. И даже поприветствовала. А сейчас пора рассказать о помощнице. О нашей надёжной помощнице. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот такая. Это фарш из овенины, который нам подарили добрые венки из посёлка Полигус. 420 километров от Енисея, на подкаменье Тунгуски. Мы зашли к ним в субботу, во второй половине дня. И были просто поражены их невероятным гостиблиницком, а самое главное – хлебосокцем. Но мы просто в восторге. В Полигусе живут лучшие люди в России, мне кажется. К счастью, у нас было с собой немножечко солёного сала. Сейчас мы его будем мелко рубать. И перемешивать с оленим фаршем и луком. Потом добавим туда немножко чёрного перца. И пожарим котлеты. Вот они, бифштексы из ивенкийской оленины. Перед этим торжеством высокой кулинарии решили помыться и искупаться. Благо, вода в подкаменной была по-прежнему выше 20 градусов. А котлетки тем временем приготовились. Ммм, котлеты из оленины. Это прекрасно. Ммм, котлетки тем временем. Представляет себе подкаменную тунгуску, как спокойную равнинную речку. На участке Байкит-Енисей нам предстояло преодолеть несколько шевер, перекатов и четыре порога. Дедушку, Мучной, Большой и Вельминский. Уровень воды в августе 17-го был немного ниже среднего. И в теории все перечисленные водные препятствия не представляли особых проблем для нашего корабля. Но это в теории. А кто знал, что будет на практике? В общем, разогревшись в шеверах горлышко и бабушко, а также на малосерьезном дедушке, мы приближались к главным порогам. К Мучному и Большому. Большой и Большой и Большой и Большой. Большой и Большой и Большой. После 7-го августа погода резко изменилась. Заметно похолодало, ветер с Южного начал перекладываться на Западный и принес дожди. В ход пошли куртки, капюшоны, свитера и прочее термобелье. Наконец-то и наш ТЭН заработал на все 100%. А за кормой уже было 240 километров. Мы приближались к 305-му столбу и устью реки Байки. В 2015 году эта речка у нас была самой успешной в плане рыбалки. В 2017-м она вновь не подкачала. Нам удалось поймать несколько приличных хариусов и пару ленков. Уха получилась отменная. Чуть более 50 километров отделяют устье Байкито от устья Надпорожного. Там, в одном из самых красивых мест под каменной Тунгуски, нас ждали наши старые друзья, местные рыболовы и охотники, братья Георгий и Михаил Захарков. Но в кадре пока Артем. Дедушка. А где-то бабушка что-то сказала? Торожное сейчас. Кто съел всего хариуса? А на них очень мало. Иже. 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 Кто съел всего хариуса? Кто съел хариуса? Себя кушать хотел. Какая собака? Айка? Айка, ты не стыдно. Колбасу кто съел на что? Колбасу съел. У Захарковых мы погостили недолго. График требовал дальнейшего движения, и на следующее утро нужно было продолжать сплав. Мы сделали общее фото, на котором Айка все еще испытывала чувство вины, заполнили все свободные емкости водой из чистейшей надпорожной, упаковали просушенные в бане вещи и отправились дальше в низкий инсею. Все, счастливо! На прощание братья угостили нас домашним хлевом, сметаной, огурцами со своего огорода, фаршем и злосятином. Также благодаря им над нашим судном взвился российский триколор. А впереди нас поджидало последнее водное препятствие похода. Почти сразу после избы Захарковых начиналась верхняя колена Вельминского порога. Покрепче привязав вещи, мы смело двинули покорять емкость. Субтитры создавал DimaTorzok Котлетки из Лосятинки. Да, Лосятинка от Захарковых была очень вкусной. Сразу после Вельминского порога мы решили перекусить и прямо на палубе в движении снова нажарили котлетку. Наша вторая плитка-щепочница замечательно справилась с этой задачей. Далее мы прошли Кузьмовку, заглянули в Кочундек к нашему старому знакомому Ване Потеряеву, миновали устье Экстакана, где вполне успешно наловили Хариуса, и к вечеру следующего дня прибыли в знаменитые щеки. Последнее живописное место на Подкаменной перед Енисеем. Щеки вновь порадовали нас отличной рыбалкой. Михалыч вытащил несколько достойных рыб, но особо мы не усердствовали, ибо еще не доели ранее выловленных Хариусов. А главная радость была от возможности поспать на мягком песочке. И первый раз за весь поход палатку поставили не на палубе, а прямо на берегу. Оставшиеся 100 километров мы разделили на два ходовых дня. Подкаменная на этом участке широкая и не очень интересная. Конечно же, заглянули в Суламай, последний населенный пункт на Тунгуске перед Енисеем, поскольку некоторые наши запасы иссякли. Вечером 12 августа активная часть похода была окончена. Как в большой реке растворяется хрустальный ручеек. Как в ночном костре светлой искрою сгорает мотылек. Как в галактиках далекие на просторах утром звезды ледят волю. Как и мы, внезапно гаснут, исчезают, принимая свою долю. Как в густой траве не находит к солнцу путь простой цветок. Как осенним днем первым холодом сбивается листок. Как в огромных птичьих стаях кто-то вдруг не смог с утра покинуть землю. Чтобы снится нам ночами, только сны дано такие видеть в земле. Невозможно вернуться назад, невозможно вернуть. И пора бы проснуться, но нужно сначала заснуть. Миллионы лет, сотни рек уходят вниз и навсегда. Оставляя след, след, который помнят только берега. Но когда однажды утром теплый дождь стеной омоет стены с осен, Родником вернется в этот мир душа, и мы про все, про все расспросим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова